По информации Центробанка, около 20 российских строковых компаний сегодня находятся, что называется, на грани разорения. Несколько игроков могут покинуть рынок еще до конца года. Имена аутсайдеров по понятным причинам не разглашаются, но, тем не менее, Россия и Новосибирск, в частности, знали примеры громкого ухода в небытие. Примерно полгода назад, когда мы сюда приходили, страховали свои автомобили, нас встречали как родных людей. Обращались в прокуратуру, писали везде. То есть, такое ощущение, что просто это никому не нужно. Ноябрь 2008-го. Возмущенные страхователи компании «Стив» задаются риторическими вопросами, в недоумении обходя пустующий офис их недавнего партнера. «Стив» здесь был и вот сейчас нет. Часть кабинетов была здесь. Когда «Стив» уехал, их, естественно, быстро сдали. Собственник просто избавился от так называемого взрывоопасного актива. Это попытка скрыть финансовые проблемы путем выхода из бизнеса. Но вне зависимости от истинных причин, пять лет назад обязательства по договорам добровольного страхования «Стив» так и повисли в воздухе. Государство по понятным причинам закрывать эти дыры не должно. В альтернативу этому владельцы полисов ОСАГО и сегодня могут спать спокойно. Если бизнес будет несостоятелен при наступлении страхового случая, на помощь в последние 10 лет приходит кубышка Российского союза автостраховщиков. Пока тех отчислений, которые страховые организации делают, их хватает. То есть, к сожалению, мы ожидаем, что уход компаний продолжится. Есть просто компании, которые раздули расход на ведение дел. История Дианы Аникиной, можно сказать, архивная. Пять договоров накопительного страхования жизни с компанией «АСКО Новосибирск» она заключила аж весной 1994-го. По каждому заплатила 10 тысяч. По истечении 10 лет она могла рассчитывать на 300 тысяч по каждому полюсу. То есть, через 10 лет я должна была получить 30 миллионов. Ну, или в нынешние времена, ну и по нынешним деньгам 30 тысяч. В этом месте мы сделаем ремарку. Диана Владимировна то ли сознательна, то ли неосознанна, но, тем не менее, истине грешит. Деноминация образца 98-го отняла у всех наших накоплений по 3 нуля. Так, 10 тысяч превратились в 10 целковых, а 300 тысяч в 300 рублей. Прямо как шикарная карета «Золушки». Награда за 10 лет терпения стала тыквой. Но даже и этот страховой овощ не удалось забрать, когда пришло время чьи. К 2004-му лицензия АСКО «Новосибирск» уже была отозвана. Выполняя все эти требования, ликвидационная процедура, она была ликвидирована. В течение года, вот со дня объявления до ликвидации, все застрахованные имели право обратиться за получением страховой выплаты по расторжению договора. Эта компания произвела страховые выплаты тем, кому положено. Среди тех, кому положено, Дианы Аникиной не оказалось. Надежда была затеплилась, когда она узнала, что часть сотрудников АСКО «Новосибирск» подпитали кадровый потенциал АСКО «Скел плюс». Компания «Скел» учреждена была в 1993 году. После того, как в 1998 году АСКО «Новосибирск» прекратила существование, часть работников перешли к нам в компанию «Скел». Ну и мы, чтобы, скажем так, проявляя уважение к страхователям, решили к имени «Скел» добавить АСКО. Ну, понятно, что интересы бизнеса понятны, нам интересно расширение портфелей и так далее. Михаил Суминский, получивший в свое время часть страхового портфеля АСКО «Новосибирск», решил поступить по-джентльменски. Правда, при этом утверждая, что… Про договоры страхования жизни мы не знали. Мы приняли на Совете директоров решение. Хорошо, давайте мы эти договоры возьмем под свой контроль, но будем возмещать не те безумные трехтысячные проценты, а в пределах условий договора страхования. Свою готовность вернуть динаминированные рубли компания подтвердила, но Диане Владимировне этого было мало. Тем более, казалось, что отыскалась реинкарнация АСКО «Новосибирск» – новосибирский филиал страховой группы АСКО. «Я подумала, что это значит как пепел, как феникс из пепла, обратно появляется вот эта фирма моя АСКО». Но эта птица феникс выпоркнула по факту из другого гнезда. Страховая группа АСКО, которой головная компания находится в набережных Челнах, она не несет ответственность. И другие компании с именем АСКО, они никакого отношения не имеют к той компании АСКО «Новосибирск». Мы было заинтересовались товарными знаками АСКО «Новосибирск» и нынешней страховой группы АСКО. Они впрямь как однояйцевые близнецы. Но и этот след оказался ложным. Первая регистрация обозначения АСКО была произведена в 92-м году. На имя компании акционерная страховая компания АСКО «Город Москва». Просуществовало это обозначение до 2001 года. Нынешняя АСКО зарегистрировала подобный же товарный знак в 2004-м. Почему в середине 90-х им пользовалась АСКО «Новосибирск» история, как говорится, умалчивает. Про однородность компании говорить, наверное, нельзя, потому что мы смотрим еще и ГРН. В данном случае имя правообладателя, оно различно. То есть у нас только имеется сходный товарный знак. А значит, оснований для выплат они не имеют. Поиски черной кошки в темной комнате для нас и Дианы Аникиной завершились понятным результатом. Но значит ли это, что на договорах страхования жизни надо поставить крест? Любой страховщик оптимистично вам скажет, что нет. Тем более, что Россия еще далеко до цивилизованных образчиков. Вовлечение населения в данный вид страхования в некоторых странах близится к 100%. Правда, сегодня надо трезво умерить свои аппетиты по части доходности. Страховые компании сейчас при долгосрочном накопительном страховании жизни никогда в жизни не показывают такую большую доходность. Всегда устанавливается минимальный порог так называемой гарантированной доходности. И она составляет, я не знаю, в зависимости от валюты, от 3 до 5%, наверное, не больше. Но вы назвали цифры, насколько я помню, там 10 тысяч, получить 300. Конечно, понятно, что там веяние времени было. Сейчас такие доходности никто никогда не выдает. Российский страховой рынок отличается от любого продвинутого не только количеством страховок на душу населения, но еще и тем, что эта душа исполнена скепсисом. Почему это происходит, понять нетрудно. Это страховой бизнес. И от того, как мы сегодня смотрим на страхование в период тяжелых времен кризиса, естественно, мы все озабочены. Потому что страхование человек должен верить.